Я рада всех видеть, всем большой привет от меня. Я рада, что так сработало мое семя, оно было посеяно вовремя и произвело такие плоды великолепные. Поэтому я всех поздравляю с этой плодоносностью и чтобы наша ветка, наша структура, она и дальше развивалась, приносила такие шикарные плоды. Я желаю всем благословений Божьих, потока финансового успеха, здоровья, любви, всего-всего-всего самого, что может только иметь человек на этой земле. Я вас всех очень люблю. Спасибо за ваш труд, за то, что вы есть и что у нас такая получилась очень классная, дружная команда. Ай, аллилуйя! Спасибо, Танюшечка! Спасибо, дорогая! За дважды надоело уже. Ладно, все, я буду это самое в записи тогда смотреть. Хорошо, Володь, давайте говорите, я буду понимать, что все вас видят. Мне самое главное, чтобы вас видели. Да, спасибо за слово надоело, спасибо за поездку, за вдохновение, которое дары дали. Ясно, что был, как всегда, были в сомнениях, потому что дел хватает и семейных, и всяких. И это как водится, конечно, и свою команду, маленькую пока, но надеюсь, что я замечтал, говорю, давай когда-нибудь не автобусиком, а таким Никарусом приедем, хорошим, комфортабельным. Вот, кое-кто говорит, а в Турцию летать только можно. Говорят, что можно и ездить, только дольше надо. Можно. Да, мы это назвали марш-броском. Вот, Марина долго решалась моя, но для меня было важно, чтобы она поехала, потому что она меня вдохновила на Ирцах, она выбрала эту продукцию и выбрала компанию. Потом уже я, разобравшись в маркетинге, посмотрел, вот эта фраза, там деньги есть, я говорю, там деньги есть, только их надо, ну, чтобы было есть, надо работать, как и везде. Вот, не лениться. Вот, ну, я это еще, когда Оля с чем-то меня там поздравляет, там, с тем, с тем, я говорю, а что будет, если мы начнем работать? Это же мы еще не работаем, она улыбается. Это тоже, говорит, работа. Поэтому, что два дня этих тоже была работа, это был такой марш-бросок, это комендантский час мы старались туда, ну, максимально проехать, чтобы границы успеть, потом назад, спасибо еще раз, что на один часик отпустили раньше, мы за счет этого мы успели тоже границу до комендантского часа пройти, так успели, это было важно. Вот, и, ну, та обстановка, я подтверждаю, что она была и красива, так, слегка с приоткрытым ртом, смотрел на это все уже, отвык, это, я давно уже не ездил на подобные мероприятия, вот, и ясно, что уже не 16, не 20, не 40, но все равно потанцовывал, подпрыгивал сам себя, замечал там, улыбался, вот, ну, и, казалось бы, сколько на этой сцене уже было бы, быть бы по жизни, но все равно интересно выйти, там тебе машут наши, машут девчонки в вышиванках сидят, я вот там, когда руку поднял, я увидел, что они мне машут, я им тоже нашим пропорционным, нашим флагом помахал, ну, а президент, это что меня впечатлило, вот, президент, он меня больше всех впечатлил, вот, он сам, правда, вот, его школа была, по сути, его выступление, вот, он говорил, много ли вы президента увидели, лишь, которые могут вот с вами вот так вот запросто, ну, так и улыбается, там, типа сам себе подхваливает, но это, в принципе, и каждый должен прийти, был к этой мысли, вот, и старался, он уже понимает, что каждому хочется дотронуться, он не ленится, несколько раз с этой сцены сходил, идет, кто протягивает руки, всем пожмет, вот, и вот, как я, вот, получилось у меня это фото, это, мы уже вышли после поздравления с Зоей, нам, ну, Оля возле нас там, как мамочка уже, как курочка с цыплятами, там, нас так, так, туда, туда, в общем, нам надо было, мы там не могли заблудиться, что Оля там каждый шаг нас старалась направить, вот, и когда мы уже выходим, а возле сцены, он там, его девчонки окружили, ну, такие побойчее, и с ним фотографируют его на части нашего президента, вот, Зоя говорит, давай, может, попробуем, я говорю, давай, а Оля говорит, ну, попробуйте, хотя видите, что там, ну, и мы начали пробиваться, ясно, что девчата нас отталкивают помаленечку, ну, а я там же решил, я слушал внимательно, что президент говорит, я услышал, что он военный, из военных, что он служил, вот, я его пробую, я ему говорю, я военный, он смотрит на меня, не поймет, а переводчик сад, чуть-чуть дальше была, я говорю, я пограничник, как будто это что-то ему говорит, он снова, ну, не понимает, и она уже подходит к пограничникам, говорю, я офицер, и она ему приводит, офицер показывает на меня, и он тогда всем корпусом развернулся, и уже и девчонки отлетели, ну, не отлетели, быстренько отошли в сторону, и мы сначала с Зоей вместе там его, ну, с ним фотографировались, и он сам уже и руку протянул, и наш, и наше знамя, это чуть-чуть, ну, в общем, девчата там слышу, говорят, о, офицер, офицера всегда, говорит, тут поприветствует и увидит, так что, мое прошлое помогло моим настоящим и будущим, так что это, говорится, не то, что мелочи приятны, это такие общения, они, ну, надыхают, как у нас, скажем, на Украине, да, вот, я смеюсь, скажу, так, это первый контакт, потом мне надо еще два-три контакта, и будет хорошо, будет президент узнавать, говорю, мало ли, что в жизни бывает, кстати, в Турции я что-то как не соберусь никак, я так особо там не люблю ездить, отдыхать, но поработать и отдохнуть, это можно, может, дать бог, не буду загадывать, но будем стараться поехать еще раз с президентом встретиться, он молодец, он очень хорошо рассказывает, хотя тут же говорит, я был военным, ну, я сам подтверждаю, ну, что военный, одна извилина, и та прямая, да, ну, пока там, ать-два, по кругу еще надо ходить, повторять, но это, между прочим, сетевой маркетинге тоже помогает, когда ты одно и то же будешь сто раз, тысячу раз повторять, и потом будешь мастером этого дела, вот, тут особо выдумывать не надо, и мы, это внук ко мне рвется, я закрылся, вот, и мы, ну, он говорит, что я ничего не умел, ничего не знал, но у меня была мечта, я очень хотел помогать людям, это у меня тоже, мне все время хочется помогать людям, потому что чем он меня зацепил, это я ему верю, он это говорит, в серу, и он не один, так это, наверное, если не весь зал, то, ну, большинство было именно таких, вот, но только когда все сомнения, все в сомнениях, он говорит, и я был в сомнениях, я не умел говорить, говорит, на девчонок, я вообще на женщину глаз не смел поднимать, а сейчас, как он, с поводу с ними обходится, надо просто верить в мечту, вот, поставить себе эту мечту, за дело тоже в его речи, то, когда он вспомнил, говорит, ведь наша продукция, она многие, ну, когда переходить на ее потребление регулярно, на регулярные условия, она многие вопросы решает, вот, говорит, женщины, сейчас многие проблемы с раком, хотя они и мужчин есть, но большинство, много, у женщин, ведь одна из причин, потому что они вот с этой химией, там много причин, но это же одна из причин, я так понял, что он, мама говорит, у меня мама рано ушла, а мне ее так не хватало и не хватает, ну, он тоже так тепло о женщинах отозвался, ну, в общем, это было главное выступление, главная школа, которую я вот услышал, и такие вроде бы банальные вещи, вот, я их по-новому пережил, вот, повстречался, обнялся с президентом, думаю, что его энергия мне еще долго будет, это самое, вдохновлять, и до встречи, новой встречи с президентом. Отлично, спасибо, Володя, я еще, супер, супер, слава Богу, я поняла, вам понравилось на семинаре, слава Богу. За команду я тоже отдельно еще хочу сказать, что они так смотрят, ну, трошки стили, ну, в основном, как потусоваться трошки, они это, вот, и девчонки, они любят что-то новое посмотреть, и так далее. Я их, сейчас вижу, ни одной нету на, да, нету их, ну, я им и в глаза это говорил, говорю, буду, буду немножко к вам приставать, не сильно, говорю, чтоб Марина не ревновала, но немножко, вот, потому что это, вы сейчас делаете типа ради меня, потому что я ваш друг попросил, вот, но я ради вас делаю. То я вот думаю, там, вот, последние, там, небольшие статусы, эти, там, по 10-15%, чтоб все-таки они сделали, буду иметь, сегодня они не были, я от вас, от всех передам привет им, и все скажу, что вдали вас, чтобы что-то рассказали, ну, немножко пожурю, конечно, но больше буду вдохновлять. Все, спасибо вам, Кем, большое, и вот Таня подключилась, а та, которая, благодаря которой у нас появилась Оля, вот, и так далее. Вот, хай все это у нас продолжается, с Божьей помощью, как вы правильно говорите, вот, без Бога не до порога. Я думаю, что все у нас получится, и будем мы на Волыне, оно только засеивается, а от Волыни, вот уже в Молдовию мы пришли, ну, помаленьку. Еще раз спасибо вам. Да, спасибо, Володечка. Да, и президент, когда мы с ним разговаривали, еще на директорском, вот, ну, на бронзеном обучении, и спрашивали, когда будет Молдова открываться, он еще, знаете, сказал так, мы еще встать раздумеем, думаем, думаем. Но когда он зашел на сцену, и когда он спросил, Украина, помашите, Украина махала, махала флажками, говорила, о-о-о, вот, а потом говорит, Молдова помашите, Молдова, зал весь, майорел вот этими флажками молдовскими. Он увидел, что ползала у нас где-то было, это партнер из Молдовии. И у него открылись глаза, у него все поменялось. И в конце, в конце, да, так, Ларисочка, сейчас добавлю, может, она подключу ее, подключу. И в конце он со сцены сказал, мне понравилось Молдову, я сколько лет, я обещала, а у него была знакомая девочка, да, она с Молдовы, замуж вышла за турка, вот, и, ну, как бы, президент ей пообещал, что я приеду к тебе в Молдову. Но она сейчас, нету в Молдове, она уехала с Молдавии. И у нее так и не получилось ничего в Ирсаге. Он ее как раз перед мероприятием, все-таки где-то за границей, в какой-то стране, он ее нашел. И сказал, я держу свое слово, я тебе обещал, что я приеду в Молдавию. И я приехал. То есть, понимаете, когда он говорит, я держу свое слово, он держит свое слово. То есть, он ее нашел, сколько лет они не виделись, она не работает в Ирсаге, он ее нашел, и сказал, я держу свое, то слово, которое я тебе дал, я держу свое слово. Что значит военный, что значит настоящий мужчина. Он держит свое слово. Вот это меня, конечно, очень зацепило, вообще, думаю, вот это вау, вот это, так он сказал, в конце уже мероприятия, он сказал, мне так понравилась Молдавия, мне так понравились вы. В общем, у него, он даже не ожидал, что у нас настолько на ура пройдет это мероприятие. Это было вообще нечто. Я знаю, Володя, вы, наверное, раньше уехали, потом же у нас же, мы всех награждали бронз, награждали серебро, а потом у нас у Милочки девочка, ой, забыла ее, как ее зовут, Вера, Вера Семенюк, по-моему, вот, она закрыла золото, и мы такую корону надели, золотая накидка, мы ее все директора, мы ее вывели, возле сцены мы директора остались, уже нас милая ее завела, президент вышел, ну, то есть награждали ее, как золото поздравляли, вот, а потом у нас еще директору всех вызывали, нам такие все тоже грамоты вручили, как директорам за классный наш труд, и тому подобное, вот, да, и, в общем, короче, это было, конечно, классное мероприятие, президент сказал, что у нас будет еще чуть-чуть постараться с товарооборотом, но в прошлом месяце сделали 8 тысяч, до, до, по-моему, июня, июля, он говорит, если вы сделаете, ну, там будет решаться вопрос, стоили 120 тысяч, то нам дадут на взрыве автомобиль на Украину, вот, конечно, а, так что я хотела сказать, ему очень понравилось, Молдовия, он говорит, Молдова, мне вы так понравились, мне так понравилась Молдовия, я еще хочу, говорит, к вам приехать, я к вам приеду летом, Володь, еще до Турции, он, скорее всего, еще раз нам придется ехать в Молдовию, может быть, что он еще и приедет к нам, хорошо, мои хорошие, давай, кто следующий, я не хотела сегодня вообще, хотела сегодня слово вам, чтобы вы поделили своими впечатлениями, кто на следующий, Алло. Да, Золинка. Слышно? Да, я тебя вижу, тебя я вижу. Видите меня, да? Да. Слава Богу, я тебя вижу. Так, ближе, ближе, ближе. Нет, вот так нормально, ближе не надо, потому что тебе большое, ну, как бы лицо близко, подальше вот так немножечко. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, отлично. Ну, я вот скажу то, что вот сразу на меня произвело впечатление. Я за день до того, как началось мероприятие, была в этом здании. Я посмотрела колоссальную работу, которую проделали организаторы этой Молдавани, это, естественно, и с турецкой стороны. Я была на многих презентациях, но столь впечатлительной по тому, как вот ее провели, я не знаю, это высочайший уровень, высочайший, честно скажу, потому что много вложено усилий, то, как торжественно проходили, все были одеты под рискоду, исполнение гимнов украинского, турецкого, молдавского, вы знаете, и президент, конечно, это, вот, Володя сказал, практически мне добавить нечего, но выступление его колоссальное впечатление тоже произвело на меня, потому что, вы знаете, он от души говорил, это сразу понять легко, он вкладывал не только эмоцию, свой профессионализм, подход, вот, это детище его, вы знаете, как вот, РСАГ, это его действительно детище, он к нему относится с такой, как вам сказать, трепетностью, понимая, что это миссия его, это помощь человечеству, вот, людям, простым людям, в плане здоровья, в плане экологии, и, вот, нюансы тоже, как вот, Володя говорил, что произвело, сейчас вот скажу вам, вот, мне сразу, вот, в голову пришло, помните, когда он говорил, что фармацептическая, как это, ну, там, компания или кто-то, предложили баньё, баньё, это он говорил, оно как антибактерицидное, чтобы его выпустить по линии фарм, правильно, помните? А это, это деньги колоссальные, а он нет, пусть простые люди, они будут и оздоровляться, и чистящие, это будет чистящим продуктом, и не отдал им, так сказать, на растерзание, потому что это были большие бы деньги, это доступно, а мы в подарки получаем прекраснейший продукт, ну, вы знаете, ну, ну, как мне сказать, что он просто умница, потом, еще, ну, он просто много говорил, действительно, вот, о том, что, вот, по поводу отношения к Украине, вы знаете, до слез довел меня, конкретно, потому что, он говорил, у меня нет родителей, мне, он, ну, как говорится, остиротел, мне родителей нету, у меня брат не стало погиб, у меня сын тоже его не стало, и, говорит, я понимаю, настолько, вот, многострадальный украинский народ, который в таких условиях, и какие молодцы все, и как, ну, мы действительно, вот, он увидел наше единение, и его, вот, к сердцу приложил руку, это не только, он благодарил, вот, в конце его, все поздравили, наши лидеры, вот, Украины, да, там и бронзы, все, все подарили, Олечка, ты же не говорила этого, нет? Нет, нет. Ну, вот, ему, да, да, и булаву, и гетьманский такой, вот, ну, знаете, как кафтан там, и с шапкой, боже, вы знаете, я просто прочувствовал его, он, вы знаете, так опять руку приложил, с таким трепетом, с таким, знаете, в словах, даже не то, что дрожь, это будет самый такой драгоценный подарок, который я в своем кабинете, я на почетное место повернула, для него это важно было, важно и показать, и доказать, какое оно испытывает, любовь и уважение к нашему народу, и его помощь, и желание еще больше сделать, ну, знаете, я даже не знаю, наши президенты, извините, там, олигархи, вообще, ой, подметки не годятся, все, молчу, о политике не буду, вот, потом, потом вот, что еще мне понравилось, понравилось, вот это вот единый дух, который был, ну, вы знаете, это, это нечто, после этого хочется горы свернуть, после этого хочется, ну, я не знаю, вот, и после выступления, не только президент, а технолога, это великолепнейшее выступление было, я бы хотела, чтобы в записи или где-то, ну, с переводчиком понятно, сколько она сказала вещей интересных, которые, допустим, нам нужно это изучать, нужно это знать, чтобы людям рассказывать, ну, наилучшим образом доводить к сведению, ну, короче, жаль, что все быстро закончилось, вот, и не хотелось расставаться, и много знакомств было, там, из Сволыни тоже, мне девочка одна, из Тернополя, и первый раз мы разнакомились, мы как вот, действительно, как дружная семья, и такая вот энергетика в зале, и такое родство душ, я не знаю, честно говоря, я хочу, конечно, да, тяжеловата дорога, возможно, ну, тяжеловата там таможни, все, но оно того стоило, того стоило, и хочется в Турцию попасть, и вообще, надо двигаться, надо идти вперед, не жалея, ну, не то, что времени даже, сил, ну, не знаю, на кон поставлена наша жизнь сейчас, как мы будем дальше жить, потому что, ну, только сильные преодолевают, сильные духом, несгибаемая должна быть воля, усердие, ну, что бы я еще сказала, желание, желание непреодолимое, выжить в этом мире, назло всем врагам, ну, даже не назло, во имя любви, во имя процветания, во имя будущего, честно говоря, и по вере нашей, это воздастся, я думаю, что так будет, и желаю всем, действительно, вот вдохновения, когда мы занимаемся любимым делом, а наше любимое дело, у меня, в крайнем случае, сейчас, это действительно, это, это эрсак, потому что, ну, я люблю продукцию, я люблю людей, которые слышат, видим, которые, ты помогаешь им, и они благодарят тебя, и от этого просто на душе очень-очень-очень хорошо, я говорю, я это ощутила, когда даже ехала в поезде, и я смогла помочь человеку, понимаете, как-то это, ну, тоже трогает меня, это миссия, и будем, и будем идти вперед, так что я большое благодарю, большое спасибо, Олечка, тебе, вот, ну, я тебя слышу всегда, я слушаю, ну, бывали, ну, то, что сомнения, ой, как все там будет, и вот-вот-вот, допустим, с Днепра там ехали другие девочки, и вот в команде мне не смогли, там одна поехать, ничего, и как-то все обошлось, все хорошо, и с Божьей помощью, как говорится, все, и познакомилась с командой, вот, Володина команда, конечно, и он, ну, вообще-то он молодец, конечно, но настоящий, как полковник, я говорю обычно, знаете, звание и выше, и выше есть генерал, но вот звучит настоящий полковник, это вот звучит просто красиво, вот, и мы действительно вместе были, и очень понравилось мне, так что, не знаю, хочу еще, все, спасибо, моя хорошая, спасибо, Зоечка, классно, обязательно будет еще, продолжение следует, я в это верю, дорогие мои, очень понравилось мне, так что, не знаю, хочу еще, все, спасибо, моя хорошая, спасибо, Зоечка, классно, обязательно будет еще, продолжение следует, я в это верю, дорогие мои, может быть, еще кто-то хочет поделиться, в котором, что, в котором, тоже, Продолжение следует...